Решил обновить немножко салон, заказал перетяжку кожей, боковые вставки карт, манжету, ручки, коробки переключения передач и подлокотник. Договор был такой, что сам произведу снятие всех этих элементов, соответственно цена удешевляется. Покажу как поснимать каждый из элементов. Рамка с помощью лопатки поддевается по периметру и легко отщелкивается. Остается вопрос только с верхней частью, которая крепится под пластиковое кольцо. В данный момент я решил этим вопросом не заморачиваться, так как оно очень сложно ставится туда. Покажу уже отдельным видео при монтаже. Сейчас просто стягиваю вниз и немножко надрезав горловину, чтобы она стала пошире, снимаю ее через непосредственно набалдажник рычага переключения передач. Значит разрезаю я по шву, поэтому сама выкройка будет не испорчена. Вот и снимаем. Все, в дальнейшем раскрой произойдет на отдельные элементы, выкройка и пошив новой манжеты. Значит есть еще одна особенность. Внутри этой хромированной рамки данный чехол еще держится на своей рамке с помощью вот таких вот строительных скоб. Значит естественно надо сначала эту белую рамку достать изнутри. Она держится с помощью вот таких вот сквозных защелок, которые просто защелкиваются за ушки хромированной рамки. Значит их надо аккуратно поддеть по периметру и извлечь рамку. Есть места, где они чуть-чуть подрасплескались, поэтому удобно лезвицем конечно это сделать. Оно тоненькое, хорошо отгибает. Все, рамки разделены. Это можно вверхнуть пока на место, чтобы не потерялось. А эту, отогнув строительные скобы по периметру, ее уже можно будет отдать в ателье. Сама же ручка снимается очень легко. Значит в нижней части есть такое вот кольцо и два выступа, два зацепа. Они нажимные, подпружиненные. То есть их просто нажимаем и кольцо поддеваем вверх. Все, дальше ручка снимается. Значит проблема заключается именно вот в установке кожаной манжеты под вот это вот хромированное кольцо. То есть нужно вот сюда вот засунуть и вот этой черной шайбой прижать. То есть однозначно нужно черную шайбу снять вниз. Тут вроде бы есть зацеп, но зацеп сплошной по кругу, то есть кольцевой. Не так как здесь, вот два отдельных. Нажал и готово. Вот как раз вот с этим мы будем бороться. Как только опустим черную шайбу вниз, мы легко сможем установить новую манжету. Наконец удалось снять это колечко пластиковое. Конечно, сами видите, какими жертвами. Второй раз, естественно, проделать это не буду на камеру. Ну, просто объясню, как это удалось. Вырезан был вот такой вот лепесток с жестянки. И он закладывается под угол, под самый край. Так. И снимается вот так вот краешек. Потом дальше, поддевая отверткой, прогоняете все по кругу. И все это кольцо слазит. И только сейчас, естественно, уже можно засунуть туда, ну, вернее, с этой стороны засунуть сюда манжету. Она обожмется хромированным кольцом. И уже получится нормальный готовый результат. Ну, как-то так. Итак, что теперь касается подлокотника. Удобнее его разбирать с пассажирского сидения сзади. Поднимите его вверх. И он крепится просто на защелках. То есть, поддевайте пластиковой лопаткой. И поднимайте его вверх. И он будет отщелкиваться. Вот так вот. Раз. И он у вас в руках. Можно отдавать на перетяжку. Значит, как снять обшивку двери. Дверную карту, так называемую. Смотрите в предыдущем выпуске видео. Значит, чтобы достать элемент, который будет идти на перетяжку, необходимо срезать вот такие распаянные клипсы. Расплавленные заклепки удобно срезать вот таким вот резачком. Итак, забрал я свой комплект вставок дверных с перетяжки. Добавлена красная строчка, так как вся подсветка в машине идет красная. Перетянут подлокотник и манжета, ручки переключения передач. Кроме этого, затянул виниловой пленкой под карбон пластиковые вставки. Значит, остается один вопрос. Как обратно укрепить дверные карты? В салоне предложили это сделать на саморезы. Я отказался и буду думать, что же такое красивое сделать и многоразовое. Вдруг придется еще раз их перетягивать. После снятия обшивки остаются вот такие вот пенечки на дверной карте. Значит, после перетяжки, соответственно, установить уже на них не получится, так как высота их достаточно небольшая осталась. И уже распаять, как они были раньше, не получится. Я решил заказать вот такие вот вставки, жиклерчики такие. Значит, что они из себя представляют? Значит, гофрированная внешняя стеночка, а внутри резьба. Значит, какой резьбы заказал? Заказал резьбу М4. В связи с чем? То, что стенка достаточно толстая у них. И если взять еще больше, они просто разопрут этот столбичек. Значит, будем вставлять внутрь. Было желание просто взять паяльник и впаять их. Но отказался от этой идеи. Понимаю, что она просто развальцует наш столбичек. И очень криво это запаяется. Поэтому решил сверлить. Значит, сверлышком меньшего диаметра. То есть, допустим, это порядка где-то 6,5. И вот сверлышка 5,5. На глубину, равную высоте вот этого вот жиклерчика, будем просверливать отверстие. И потом уже в паяльник. Наденем на жало паяльника и прямо эти же клёрчики вставим. Значит, на сверлышко единственное, только чтобы не превысить глубину, мы возьмем и намотаем изоленту. То есть, берем, примеряем. И на нужном расстоянии просто заматываем такую отсечку. Всё. Это значит, мы не вылезем наружу. И просверлимся на нужную глубину. Такой маркер получился. Можно потолще его, чтобы уже точно сверло не провалилось туда. По инерции. Всё. Готово. Засверливаем. И будем вплавлять. Так, отверстие готово. Теперь впаяем туда жиклерчик. Итак, паяльник разогрет. Самое время впаять наш жиклерчик. Значит, вставляем его. И берем жало. И направляем. Конечно, нужно подождать, пока оно прогреется. На холодную точно давить не надо. Надо, чтобы оно именно вплавилось. Когда оно будет держаться. В противном случае это всё выскочит. Утопить, конечно, надо с запасом. Потому что чем глубже оно сядет, тем надежнее будет стоять. Но тоже не переборщить, да? Чтобы с обратной стороны не вылезло. Думаю, вот так точно достаточно. Торчащие концы нам не помешают. Пускай остаются. Всё. Таким образом вставляем все остальные жиклерчики. Итак, все жиклерчики установлены. Осталось подобрать винты нужной длины. Ещё раз повторюсь, жиклерчики М4 резьба. Глухие они. То есть, при вкручивании винтика мы не выдавим жиклер. Потому что он упрётся именно в дно жиклёра, а не в пластик. И не выдавит его. Конечно, останутся вот эти вот моменты. Где пластик просто припаивался к матрице обшивки. Надеюсь, просто пройдя паяльником, удастся здесь припаять. Всё. Да, давайте подбирать винтик и будем устанавливать обшивки. Начинаем прикручивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, основная ваша задача при вкручивании винтов это подобрать винты нужной длины, тогда они будут плотно прижимать обшивку и получится вот такая вот красота. Лицевая сторона, все плотно, никаких щелей. Ну и раз уже были сняты дверные обшивки, я решил сделать шумоизоляцию для лучшего звучания динамиков. Об этом смотрите предыдущее моё видео по замене штатных динамиков. А теперь самое время установить ручку переключения передач. Готово, теперь всё вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, следите ещё за каналом, собираюсь я поставить вот такие вот чехлы. Они с китайского сайта, достаточно недорого вышли. Ставьте лайки и подписывайтесь, с меня много интересного. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok